Добрый день, дорогие друзья! Многие те, кто занимался судопроизводством либо в уголовном процессе, либо в гражданском процессе, либо в административном или по административным правонарушениям сталкивался с тем, что довольно-таки долго суды рассматривают дела и зачастую в нарушении требований закона необоснованно долго с нарушением разумного срока рассмотрения. И сегодня мы поговорим о гражданском производстве, но это касается и уголовного, и административного, и по кодексу административного судопроизводства, и по КОАП. Поэтому, дорогие друзья, если подобные ситуации у вас возникали или у ваших знакомых, вам это видео будет полезным. Итак, дорогие друзья, очень часто, когда судебная волокита происходит или у нас длительным образом не исполняется судебное решение по гражданскому делу, то есть судебные приставы-исполнители не выполняют весь объем действий и длительным образом это решение не исполняется, то у нас в соответствии с законом, а именно в соответствии с федеральным законом от 30.04.2010 года, номер 68 федерального закона ФЗ, от 5.12.22 были последние изменения в него внесены, то есть изменения достаточно свежие, и этот закон сейчас действует. Называется он «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного акта в разумный срок». О чем говорит этот закон? О том, что граждане Российской Федерации, иностранные граждане, при нарушении разумного срока в гражданском производстве, но это касается, повторюсь, и всех других видов производства, то есть если рассмотрение дела вышло за рамки разумного срока, то лица, участвующие в деле, если этим нарушаются их права, имеют право на денежную компенсацию за нарушение этого права. И точно так же, как если, к примеру, нарушен срок на исполнение уже вынесенного судебного акта, а он длительный период не исполняется, и для его исполнения в нарушении закона со стороны судебных приставов или иных компетентных органов, которые должны это все исполнять, нет необходимых объема действий, и вследствие этого не исполняется решение суда, то это тоже влечет за собой возможность взыскания денежной компенсации. Каким образом происходит это взыскание? Это происходит путем направления соответствующего заявления в суд первой инстанции и взыскивается соответствующая компенсация. То есть нужно доказать, что был длительный период рассмотрения и соответствующим образом это все повлекло возможность взыскания компенсации. Либо если это касается длительного неисполнения судебного решения, то точно так же. Соответствующим образом суд, рассматривающий дело, должен истребовать все материалы, касающиеся и рассмотрения дел, а при неисполнении судебного решения длительным образом материалы исполнительного производства, проверить доводы заявителя, а заявитель со своей стороны обязан доказать законность и обоснованность своих требований. Дорогие друзья, каким производством это все регулируется? То есть взыскание происходит на основании закона конкретного, номер 68 ФЗ. А вот рассматривается дело в процессуальном порядке, который установлен КАС, то есть Кодекс административного судопроизводства. Отдельная глава, в котором посвящена как раз рассмотрению этой категории дел. И там подробно расписано, каким образом подается, какие требования к заявлению, а они требования характерны в том числе и для искового производства, то есть должно быть указание на суд, в который подается это заявление, должны быть указаны от кого, процессуальный статус, иные лица, которые привлечены в качестве ответчиков, соответчиков и так далее. Денежные средства по данной категории дел взыскиваются за счет средств бюджета, то есть через казначейство. Это тоже, дорогие друзья, необходимо учитывать. Поэтому, если вот у вас такая ситуация сложилась, подавайте заявление, ну и соответственно, если вам необходима какая-то практическая помощь в консультации или соответствующим образом в подготовке необходимых документов, помощь в процессе и так далее, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Опыт есть в этих делах. И, конечно же, дорогие друзья, обращайтесь по контактам, которые в описании к видео. И, конечно же, если уже мы об этом говорим, пишите и в комментариях к видео и так далее, если есть вопросы, мнения и тому подобное. Удачи вам в ваших делах. Счастливо!